Дорогие пастыри Иоанна, предтечи Крестителя Господня, обратился с посланием ко всем нам по случаю того, что сегодня церкви восстановлен особый день, день трезвения, день трезвости. Возлюбленные о Господе, Преосвященные Архипастори, Всечестные Отцы и Матери, дорогие братья и сестры, ныне мы вспоминаем мученическую кончину святого Иоанна Крестителя, который он претерпел за верность правде Божией. Даже при лицом смертельной опасности Иоанн, предтечи, не приставал убеждать нечестивого царя Ирода оставить грех прелюбодеяния. Однако тот не только не внял увещание пророка, но и совершил еще более тяжкий грех. Лишил жизни святого человека, расслабев рассудком от употребления алкоголя. Пия вино, не пропивай ума, наставляет преподобный Исидор Белусиот. Вино, которое дано человеку Богом для радости, при неумеренности, может стать источником разнообразных бед и несчастья, болезней и жизненных трагедий. В качестве напоминания о пагубности и невоздержании, Русская Православная Церковь в празднику всекновения главы Иоанна Крестителя установила особый день трезвости, который призывает своих верных чад к сугубому посту и молитве, в том числе и о тех, кто страждет страшным недугом алкоголизма. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством», предупреждает нас Христос через святого апостола и евангелиста Луку, напоминая о важности быть готовым в любой момент предстать пред Сына Человеческого. Пусть эти строгие слова Спасителя и поучительный пример вспоминаемого ныне евангельского события будут для нас полезным назиданием, «Дабы мы всегда стремились трезвиться душою и телом». Заступничеством честного славного пророка, предтечи, крестителя Господня Иоанна, да не спошлет нам, владыка святый и истинный, свою благодатную помощь в духовном возрастании и дарует добрый ответ на страшном судище Христовом. Кирилл, патриарх московский и всея Руси. И сегодня хочется сугубо поздравить всех вас и клириков, и прихожан нашего далеко не самого большого по размеру и вместительности, но очень дорогого всем нам храма, собора во имя Иоанна предтечи. Этот собор посвящен Рождеству святого пророка, первому дню его земной жизни. А мы сегодня вспоминаем и проживаем мысленно последний день его жития и обстоятельства с ним связаны. И, конечно, ищем, должны искать для себя уроки, полезные уроки в нашей собственной жизни, что нам вынести из всего дня. Иоанн предтеча, вот по тому, что мы видим, слышим из Священного Писания, был, наверное, не самым многословным из героев Священного Писания. Он, исполнившись Святого Духа, еще не быв рожденным, когда его матерь, праведная Елизавета, встретила Деву Марию, уже носящую под сердцем Спасителя, вот в этой встрече Господь пожелал не спасать Духа Святаго. И Иоанн, креститель, взыгрался, исполнившись этого Духа в отчреве Матери Своей. И этот дар Духа Святаго, он день своего Рождества принес на землю. Недаром его называют большим из всех рожденных женами, потому что он, уже рождаясь, был исполнен благодати Духа Святаго. Последними словами его проповеди, его наставления были слова о покаянии. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». А слова его проповеди были очень простыми, доступными для окружающих людей, для простых солдат, воинов. Сегодня идет военная операция. Многие священники, пастыри, бывая там, на войне, они встречаются с тем, что бывает трудно сложными богословскими терминами изъяснить то, что нужно изъяснить для человека, который сегодня может встретить смерть. Поэтому вот такой человек, пастырь, ищет какие-то простые слова, чтобы донести до человека, до воина, главное. Иоанн Креститель в своей проповеди на Иордании очень просто. Воинам, которые вопрошают, а нам-то как быть? Мы-то должны творить насилие, проливать кровь. Что нам делать? Очень простое наставление в ответ. Не творите ничего большего, чем повеленные вам. Вы послушники. Вы послушники вашего царя. Вы совершаете то, что он вам повелевает. А более этого, себе ничего не берите. Не мародерствуйте. Насилие не творите. Не имейте в сердце зла. Вам сказали взять человека привезти, возьмите, приведите. Сам Христос, когда его вели на распятие, он не обличал тех воинов, которые его вели на это страдание. А он указывал, что вина на тех, кто его предал. Что нам делать? Спрашивали люди богатые. Если кто имеет две одежды, одну отдай неимущему. Поступаясь... Он по сути говорит ровно то, что говорит Христос чуть позже в своей проповеди. Что как вы хотите, чтобы люди с вами поступали, так и вы поступаете с окружающими. Если вы не имеете во что одеться, и хотите, чтобы вам кто-то дал одежды, ведь хотите же, то и вы, когда имеете две одежды, лишнюю-то отдайте. Очень понятные и простые наставления. При этом эти наставления, они не лишены огня. Он обращается, обращаясь к людям с лукавым сердцем, приходящим к нему, именует их порождениями ехидны. Ехидна это змея. А дети змеи, ну мы бы сказали змееныши, Вот он обращается так к людям, которые пытаются каким-то образом с ним договориться. И главными словами его проповеди являются слова покаяния. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Этими словами он завершает свою проповедь общественную. И этими словами Христос Спаситель начинает свою проповедь, принимая от него вот эту эстафету, показывая, что и слово Иоанна Претечи, и то слово, которое люди слышат от Христа, это не какие-то разные учения. Это одно слово, это одно учение, которое нельзя разделить. К покаянию призывал Иоанн Креститель. Ведь Спаситель пришел, как он сам это говорит, не для того, чтобы кого-то утешить, возвеселить, он пришел, чтобы грешников спасти. Он пришел к погибающим. Он пришел в мир, который лежит возле, в мир, который варится, как суп. В супе варятся овощи, какие-то там ингредиенты. В этом бульоне смешано все то, что содержалось, в том, что бросили воду. И Христос приходит в мир, который варится вот в этом человеческом грехе. И он приходит не для того, чтобы унизить, чтобы сжечь этот мир, чтобы показать, что вы все грешники, а он один только святой, а для того, чтобы через покаяние, через раскаяние взле, дать возможность миру спастись. И это спасение Господь желает каждому человеку. Иоанн Креститель, Иоанн Предтечер показывает, что он исполнитель воли Божьей, оказываясь в плену в доме Ирода царя, сына убийцы Вифриемских младенцев, сына того, кто хотел убить самого Христа. Иоанн Креститель, Иоанн Предтечер, он пытается, он старается призвать тех, кто живет в этом доме, к покаянию. В Евангелии сказано, что Ирод беседовал с Иоанном. Это означает, что Иоанн не так, что он, знаете, стал как памятник, который обличает всех вокруг в грехах. Я, говорит, святой такой, в пустыне жил, а вы грешники? Нет. Иоанн беседует с Иродом. Он находится с ним рядом. Он не ласкает его грех. Он обличает его грех. Но при этом он делает это так, что Ирод не убегает от него, обличенный. Иоанн Креститель преподает ему такие слова, которые дают задуматься Ироду о его неправде, о его грехе. Ирод борется. Как один сказал поэт, обличать и унижать никого не должно. Обличая, унижая, человека убить можно. Можно другу сказать правду. Можно цветок рукой тронуть, и цветка не станет. Можно другу сказать правду, и его не станет. Вопрос, как сказать. Иоанн Претеча очень бережно, как действительно пастырь и пророк, старается, пытается и обличить, и наставить, принести это слово, правды, Ироду, пытаясь спасти и его. Мы знаем, чем завершилась эта история. Ирод, может быть, может быть, он бы и мог этой правды быть вразумлен, если бы не упивался вином, и в этом убитом состоянии не давал каких-то обещаний, а потом, чтобы в этом состоянии пьянства он боялся, стеснялся перед своими друзьями, тысячниками и клевретами эту пьяную правду не исполнить. И вот вы слышали о том, что как, что сегодня произошло, он, сожительствовавший с тем, с кем не должно сожительствовать, обличаемый предтечей, дал перед всем собранием в свой день рождения обещание дочери своей сожительницы Иродиаде выполнить любое ее желание вплоть до полцарствия. Он не ожидал, что она попросит у него не коттедж, не какую-то сумму денег или какие-то преференции, а что попросит от него вот перед таким выбором оставит. Раз обещал, убей этого человека. Если бы Ира был трезвым, может быть, все те беседы, наставления, поучения, которые Иоанн предтече вкладывал в его ум и в сердце, они бы возобладали, но нет. И пьяным разумом он повелел исполнить то, что обещал. И усек, и убил Иоанна предкрестителя. И это страшная сцена, когда девица несет на блюде окровавленную голову и отдает своей матери. Как некий плод, то есть страсти, который обладал и матерью, и девицу, и Ирода. Писание, Христос говорит, что всякий взявший меч от меча мечом не погибнет. И человек, которым обладает страсть, который с этой страстью не борется, он бывает убиваем этой самой страстью. Это исполнено буквальным образом на Соломии, на дочери Иродиады. Когда после разгрома, после того, как бывший муж Иродиады пришел с войсками и разгромил Ирода, после того, как он был осужден Кесарем, после этого Ирода сослали вместе с Иродиадой тогда в дальнюю провинцию, в Испанию. И там Иродиада по весне переходя реку замерзшую, но уже со слабым льдом она провалилась, мы чесали доход. И также ее глава одна льдина нашла другую льдину и ее главу зажала, так что она в конвульсиях содрогалась, ее тело, как она плясала на этом перу, так она плясала, содрогалась и в холодной воде, а потом эта льдина и ее главу отрезала, показывая непреложность слов, что бывает с грешниками, которые не каются, которые не услышали слова покаяния. И сам Ирод умер лютой смертью и Соломия как некое устрашение для нас, что смерть грешников люта. Вот такое свидетельство. Что нам делать? Нам следует слышать слова Иоанна Христителя покайтесь, покайтесь. Если не покаетесь, то те страсти, которые нас борят, те страсти, в которых мы каемся, если мы не будем с ними бороться, призывать помощь Божью, чтобы Он помог нам их победить, то они победят нас. И всякие взявшие меч, меч пьянства, меч блуда, меч неправды, их можно перечислять эти страсти, богатства, сребролюбия. Вот всякие, кто не борется, покаянием, вот свечом этой страсти, от этого меча погибнет явным образом. Пусть Господь милостиво нас сохранит от такой погибели. Ради своей милости, ради наших хотя бы малых трудов покаянных. Я хочу в этот день пожелать Господе дару каждому из нас покаяния, чтобы страсти, ошибки, немощи, через которые нас борет враг рода человеческого дьявола, чтобы все это побеждалось силой Божьей, которой мы призываем на себя покаяние. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров